Этой встрече с главой Одинцовского района представители инициативной группы дольщиков жилого комплекса «Изумрудная долина» ждали давно. Сначала они не получили в срок положенные им квадратные метры, а теперь столкнулись с юридическим казусом. Когда мы пытаемся в суде доказать, что нас обманули, нам говорят, что Сергей Иванович Самохин не имеет к этому никакого отношения. И вообще нас обманула компания-застройщик. С ней нам надо разбираться. Последнее судебное заседание было 25 января. На нем же и выяснилось, что Сергей Самохин к делу отношения не имеет. Но уже в тот же день владелец компании-застройщика продолжил раздавать обещания дольщикам. Если нам нужно дать подтверждение того, что на всех совещаниях по этой проблеме выступал Сергей Иванович, представлялся как собственником бизнеса, как директором, как лицом, принимающим решения, мы, конечно, это подтвердим. Мы это не скрываем. Собственно, именно поэтому мы вместе с депутатами приняли решение об исключении совета депутатов этого человека. Потому что он неоднократно и нам на сессиях давал обещания, которые потом не выполнял. Поиск инвесторов – еще один вопрос, который интересовал дольщиков ЖК «Изумрудная долина». На сегодняшний день четыре подмосковные компании готовы участвовать в строительстве объекта. Дело в заключении новых соглашений. Есть действительно четыре территории, и застройщики, которые там работают, подтвердили свой софинансирование. Вносили этот вопрос на стройчас губернатору. Есть положительное решение губернатора. Со всеми мы в контакте. Есть нюансы по оформлению. Деньги зафиксированы. Все эти суммы есть. Их достаточно на достройки корпусов по этим кварталам, где есть дольщики. Через 10 дней будет получено разрешение на вот в эксплуатацию 30-го корпуса жилого комплекса. В ближайшей перспективе возобновится строительство других домов. Наш будет технический заказчик. Мы привлечем наш МУП, чтобы контролировать изнутри. Мы сделаем открытую работу штаба для всех вас. И раз в неделю будет совместное совещание, как мы делаем на других площадках. Будет видеонаблюдение на всей стройке в онлайн-режиме. Мы постараемся ежедневно контролировать максимальную ситуацию. Если вопрос с инвесторами, которые готовы вложиться в строительство жилого комплекса «Изумрудная долина» уже практически решен, то для ЖК «Высокие жаворонки» их поиск продолжается. У вас есть какие-то потенциальные, как вы их называете, инвесторы, которые заинтересованы? Да, ГВСУ, я же вам сказал. Они неинтересованы особо. Они не инвесторы. ГВСУ, ГВСУ-центр. Вы задали вопрос, я ответил. О том, как продвигается решение проблемы дольщиков ЖК «Высокие жаворонки» станет известно уже к середине следующей недели. Глава Одинцовского района Андрей Иванов по-прежнему будет лично контролировать борьбу с долгостроями.